Сирия сегодня. В Дейер-Эс-Зоре террористы исламского государства подбили танк сирийских войск. За сутки в Сирийской Арабской Республике было выявлено 30 новых случаев COVID-19. В Дара группа неизвестных убила старейшину деревни и его семью. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей в Сирии Ахмад Марзук. Коротко об итогах противостояния. Сирийская арабская армия и союзные силы. Отразили нападение протурецких боевиков на севере Алеппо. Отразили нападение террористов в Дейер-Эс-Зоре. Исламское государство совершило вылазку и подбило танк сирийских войск на востоке провинции Дейер-Эс-Зор. Курдские вооруженные бандформирования задержали банду преступников, которая подделывала документы в Алеппо. Сирийская национальная армия атаковала позиции правительственных войск на севере Алеппо. Провинция Дамаск. Сирийское министерство здравоохранения сообщило о регистрации 30 новых случаев заболевания коронавирусом. В то же время стало известно, что двое инфицированных скончались. Как передает информационное агентство САНА, число зарегистрированных зараженных достигло 1432, из них 395 человек выздоровели и 55 умерли. Первый случай коронавируса в Сирии был зарегистрирован 22 марта, а первая смерть 29 марта. Первыми заболевшими стали сирийцы, вернувшиеся из-за границы, преимущественно из Катара и Ордании и Саудовской Аравии. Провинция Алеппо. Агентство Раява Нетворк сообщает, что в ходе рейда отрядов народной самообороны в городе Айн-Аль-Араб, Кабани, была арестована банда из 12 человек, которая изготавливала поддельное удостоверение личности, по образцу подконтрольного курдским боевикам самоуправления, а также паспорта официального образца. Также источник передает, что в окрестностях города Аль-Баб произошло столкновение подразделения правительственных войск с отрядом подконтрольной Турции Сирийской национальной армии. Стороны подвергли обстрелу из артиллерии позиций друг друга. Однако сведений о жертвах не поступало. Провинция Дейер-Эс-Зор. Как передает телеграмм канал Вестник Дамаска, в районе города Мейдин спящие ячейки исламского государства совершили вылазку к позициям сирийских войск и подвергли обстрелу СП ТРК. По предварительным данным, при атаке не пострадал ни один из военнослужащих. За прошедшие сутки это уже второе нападение террористов на правительственные войска на востоке Сирии. Днем местные источники сообщали о столкновении группы террористов с отрядом сирийской арабской армии в районе Пальмиры. В перестрелке был убит рядовой 18-й бронетанковой дивизии. Провинция Дара. Сотрудничающая с ООН организация Syrian Network for Human Rights сообщает, что в поселке Айба, расположенном на востоке провинции Дара. Группа неизвестных застрелила старейшину деревни Фадыля Масляха. Неизвестные также расправились с его детьми, восьмилетней дочерью и сыном. Позднее также группа неизвестных совершила нападение на офицера Хизбаллы, устроив засаду на пути следования его автомобиля по дороге к поселению Басра Аш-Шам. Сам офицер выжил, но был ранен. Военные эксперты связывают оба нападения с деятельностью спящих ячеек боевиков, которые продолжают антиправительственную деятельность в Дара с поддержкой сил Международной коалиции. Спасибо за внимание. Ставьте лайк и не забудьте подписаться на канал Твои Новости. Здесь всегда вас ждут самые горячие и свежие новости мира. Субтитры создавал DimaTorzok